30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошел взрыв на 4-м атомном реакторе. Согласно официальным данным, радиоактивному облучению подверглись почти 8,5 миллионов жителей Белоруссии, Украины и России. Тамбовский батальон из 400 человек был самым первым, кого отправили на ликвидацию последствий катастрофы. Среди них много наших земляков-рассказовцев, которые выполняли важные задания и не думали об опасности, просто выполняли свой долг. Абилкаир Камбарович родился в Казахстане, отслужил в армии, женился, а в 1985 году приехал в Рассказово. На тот момент у молодого мужчины уже было двое детей, сын и дочь. Семья, работа и планы на будущее. Но в начале мая 1986 года Албекаиру пришла повестка на сборный пункт. Вместе с другими ребятами молодого мужчину отправили на станцию Рада. Зачем и для чего никто не говорил. Неизвестность не пугала. Надо, значит надо. Как в армии нужно выполнять приказ. Пошел снег в этот день. Нас переодели в зимнюю военную форму. Затем собрались всю технику, там строительность, эшелон загрузили. И повезли, сказали, поехали на учения. Мы ничего не знали, пока туда своим глазами не увидели. Ну-ка первое ощущение, конечно, не то будет. Там едешь, все кругом зелень и резко попали в зону. Все желтое кругом. Уже радиация. Пустые территории, брошенные людьми машины и дома. Из живности остались полуживые домашние животные и скот. По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек. А 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили большие дозы радиации. В связи с высоким уровнем заражения были эвакуированы жители близлежащего города Припять. Более 400 тысяч человек были переселены. На месте катастрофы Албекаир Камбарович пробыл 72 дня. И только в июле вернулся в Рассказово, где его с нетерпением ждала семья, как еще и у сотни остальных ликвидаторов. Прошло почти 30 лет, а чернобыльскую трагедию никогда не забыть. Особенно тем, кто побывал в том страшном месте. За эти 30 лет у нас немало ребят ушло. Вот я с приближением 30 лет, я хочу сказать, кто ушел, ребята, там мы вас искренне скорбим, помним. Довы с каждым годом добавляйте больше и больше. Живым, я хочу сказать, ребятам, домам. Живите на радость детям, внукам. Терпите. Здоровья вам крепкого. А сколько нам жить, дадим Бог знает. Радиационное воздействие на организм, полученное еще в молодости, сейчас с годами ощущается все больше. Но всегда остается поддержка близких людей и, конечно, сослуживцев. Общая задача в тяжелых условиях объединила людей. В 30-летнюю годовщину со дня взрыва на Чернобыльской АЭС рассказывцы вновь соберутся вместе, чтобы увидеть друг друга спустя год. Ведь многих из ликвидаторов уже нет в живых. «Мы выполнили свою задачу», – повторяет Албека и Райнабеков. «Это был мужской долг, с которым мы мужественно справились». Ирина Птуха, Алексей Горелкин, Новости ТВ, Рассказыва.